МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на седьмом канале. С вами Камиль Галиев. Здравствуйте. Две страшные аварии с участием мопеда произошли минувшей ночью в Алматы. В них погибли четыре человека. Это водители двухколесного транспорта и их пассажиры. На этой неделе полицейский отмечает рост числа подобных ДТП. Между тем, новый закон, который будет обязывать владельцев легкого мототранспорта получать водительские удостоверения, будет действовать только через несколько месяцев. Сергей Ким обо всем по порядку. Официальные данные говорят, на этой неделе произошел скачок количества аварий с участием мопедистов. За последние три дня в республике зарегистрировано пять ДТП с участием водителей мопедов, в которых есть погибшие. За последние три дня зарегистрировано три ДТП в городе Алматы, два из которых зарегистрированы сегодня ночью. Аварии минувшей ночью унесли жизни четырех человек – водителей и пассажиров скутеров. Шансов выжить при страшных столкновениях у них, похоже, не было. Новый закон о дорожном движении вступит в силу через несколько месяцев. Согласно поправкам, водительские категории расширятся. Владельцы малолитражного двухколесного транспорта должны будут получить водительские удостоверения. Какая-то казусная ситуация, совершенно непонятная до сих пор. Во всем мире продвигается двухколесный транспорт. Согласны с будущими нововведениями не все. По мнению представителя крупного алматинского мотосалона Владимира Примакова, острой необходимости в водительских удостоверениях нет. Тем более, что, согласно расхожему мнению, покупка этого документа сейчас не проблема. Наличие, скажем, печати в паспорте о том, что ты женат, никак не влияет на счастливую семейную жизнь. Так и здесь. Имеешь ты удостоверение, не имеешь. Все зависит от того, как ты ездишь, насколько ты внимательен, от твоего опыта, собственно говоря. Путь к улучшению дорожной ситуации может оказаться тернистым. В соседней России водительские категории были расширены весной этого года. Но, по сообщению ряда СМИ, возникла проблема. Не все автошколы оказались готовы адаптировать свою методику обучения для скутеров. Сергей Ким, Шухрат Акчурин, 7 канал, Алматы. Количество аварий с участием скутеров и мопедов становится пугающим. Что по этому поводу думает полиция и что она намерена предпринять? Мы спросим у начальника управления комитета административной полиции МВД Казахстана. Канатор Садвакасов, он у нас уже в студии. Спасибо вам, что пришли и сразу к вопросам. Как вы прокомментируете рост числа ДТП, связанных именно с участием водителей легкого мототранспорта? В целом рост ДТП обусловлен тем, что с 1,5 миллиона за последние 10 лет до 4,5 миллиона выросло транспортное средство. Аналогично пропорционально выросло количество скутеров, мопедов легких, которые сейчас начали участвовать в дорожном движении. То есть они стали более популярны, да? Более популярны, да, легкодоступны действующими законодательствами, в принципе, законам о безопасности дорожного движения. Вот данная категория участника дорожного движения, она не регулировалась этими нормативами. И естественно, к участию в дорожном движении подходили неподготовленные люди, не знающие правила дорожного движения. Технические характеристики вот этих транспортных средств, как скутеров, мопедов могли не соответствовать требованиям безопасности дорожного движения. Вот, учитывая то, что был у нас такой пробел, нами было разработано соответствующий проект законность. В настоящее время подписан главой государства, это закон о дорожном движении, где как раз-то и предусматривается сейчас регистрация вот таких квадроциклов, трициклов, мопедов, скутеров. Если их конструктивная характеристика превышает более 50 км в час, при этом рабочий объем двигателя должен не превышать 125 кубических сантиметров. Вот такие транспортные средства сейчас подлежат у нас регистрации. И помимо этого, водители этих транспортных средств должны получить категорию А, либо А1. Канас Шеевич, спасибо вам, что согласились принять участие в нашей беседе. Ну а мы продолжим. Литература и компьютерные игры как пособия для преступления. В Шимкете начался суд по делу об убийстве местного учителя Анжелики Хан. Подсудимый 20-летний Тимур Ким не только согласился на присутствие прессы в зале заседания, но и разрешил показывать свое лицо. Он откровенно рассказал, как и почему совершил преступление. Намекнул, что взять в руки нож его побудил прочитанный накануне трагедия Роман Достоевского «Преступление и наказание». Кроме того, свою роль сыграла и страсть компьютерным играм. В тот день, как будто я был не я, я не... Но это не так. В мусульманстве есть понятие о джиннах. И я думаю, что вот эта мысль меня в тот день очень охватила, я не мог ничего. Делать. Говорят, для того, чтобы убить человека, нужно быть очень смелым. А я убил человека из-за того, что... Очень струсен. Откровение молодого человека ранее удивили и следователи. Подозреваемый четыре раза проходил психологическую экспертизу. Напомню, жестокое убийство 45-летней учительницы одной из частных школ Шимкента, Анжелики Хан, произошло в начале апреля. На теле жертвы криминалисты насчитали больше 20 колото-резанных ран. Я хочу, чтобы его наказали, чтобы сегодня по заслугам, то, что он заслужил, все ссылаются, что на его молодой возраст, а убийство он какое совершил. Убил, как фашист, так не убил, как убил ее. Уже на следующий день после убийства полицейские задержали подозреваемого. Им оказался знакомый и дочери педагога Тимур Ким. Он рассказал следователям, что пришел в дом жертвы с целью ограбления. Добычей современного Родиона Раскольникова стали 13 тысяч ценгей и бытовая техника. Власти Талгара обещают дать воду в села в эти выходные. Чиновники во всем винят сель, мол, ветку водопровода в Алматинской области унесла стихия. Люди уже две недели находятся на сухом пайке. Воду им возят редко, да и достается она не всем. Но вот что интересно, сельчане уверяют, что недостаток с водой был всегда. И стихийное бедствие тут ни при чем. А водопровод, говорят, кто-то сдал на металлолом. Нива заместителя Акима Алатаусского сельского округа быстро скрывается за поворотом. Поговорить не получилось, а так хотелось. На улице для этого собрался весь поселок Чимбулак. Люди, говорят, им обещали привезти воду. Первый раз за неделю. Это вот я выключила на всю. Все. Теперь закручиваем. Вода есть только ворыках. Непитьевая, мутная, грязная нанимали поначалу водовозы. Рассказывают сельчане. Возили воду фулягами и баклажками. Давали взаймы соседям. Но сейчас, спустя две недели, выпили все запасы. В критический момент на площадь Вауле возвращается Нива Замакима и полный водовоз. С происшествием с селем возникли проблемы с питьевой водой. Но мы стараемся обеспечить народ питьевой водой. Решаем все возникающиеся проблемы. За месяц до сели воды не было. Вы первый раз привезли. Были воды. Вы первый раз не было воды у нас. Все люди скажут, что не было воды. Не надо обострять обстановку. Я не обостряю обстановку. Специально провоцируйте, чтобы что-то... Что провоцируешь? Что я провоцирую? Что я провоцирую? Я требую то, что нам нужна вода. Жители оптимизма местной власти не разделяют. Сель, говорят, только добавил проблем. Их водопроводу 40 лет. Последние 15 из них – вода с перебоями. За нее готовы платить по тысяче деньги со двора. Деньги собирают исправно. Сеть водопроводная полностью исчерпала свои ресурсы. Она негодная. На протяжении этой всей трассы дырки сплошные. Там и скот поет. Мы сколько раз это пили и с мочой, и с калом. Чего только в этой воде нет. В Чембулаке 2300 человек. А таких сел, что остались без воды в районе 5. Жители настаивают, чтобы проверили само наличие труп под землей. Говорят, их давно выкопали и сель тут ни при чем. Чиновники в ответ обещают к выходным протянуть новую ветку водопровода и пустить по ней воду. А уже на следующей неделе огласить общую сумму ущерба, что нанесла бюджету стихия. Ольга Витукевич, Дмитрий Русь, 7 канал, Алматинская область. Большинство казахстанских туристов уже вылетели из Израиля в Турцию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. По данным внешнеполитического ведомства, место боевых действий покинули 49 человек. 23 из них вылетели через Грецию. Другая часть, по предварительной информации, была возвращена в Анталию самолетом авиакомпании «Иляль». 10 казахстанцев на данный момент находятся с консулом Казахстана в аэропорту. Кроме того, стало известно, что вчера 5 человек по собственным желаниям, несмотря на рекомендации нашего консула, выехали на территорию Палестины. Ввиду безответственного отношения туристических компаний, мы продолжаем выяснять точное количество наших граждан, привезенных на однодневную экскурсию в Израиль. По данным МИД, турецкие гиды уверяли туристов, что ситуация на Ближнем Востоке спокойная, и отправляли людей на однодневный тур в Иерусалим, в результате чего порядка 70 казахстанцев были заблокированы в аэропорту Тель-Авива. Между тем, ситуация в секторе Газа и Израиле накаляется. Сегодня израильская авиация уничтожила три десятка домов палестинской автономии. В ходе боевых действий погибли лидер группировки «Исламский джихад» и двое его сыновей. Несколькими днями ранее таким же образом был ликвидирован отдельность лидеров Хамаса. Палестинские радикалы отвечают ракетными ударами с земли. В общей сложности погибли более 800 палестинских мирных жителей. Подробнее в международном обзоре. С каждым днем увеличивается не только количество погибших, но и число беженцев. Из центра боевых действий бегут целыми семьями. Из-за тяжелых условий у беременных женщин начинаются преждевременные роды. Из-за такой тенденции роддомы переполнены, и врачам приходится снабжать здание дополнительными койками. Выгонять теперь уже бездомных матерей с новорожденными на руках медперсонал не осмеливается. Но и мест для вновь пребывающих тоже не хватает. Я должна покинуть больницу сегодня, однако мое физическое состояние слабое. Да идти мне некуда. Мой дом разрушен. Я и мой сын пока живем здесь. Дочь в отделении для недоношенных. А муж спит на улице, возле больницы. По словам врачей, состояние детей слабое, они помещены в инкубатор. Осложняет ситуацию отсутствие электроэнергии и нехватка медперсонала. Акушерам приходится работать по 24 часа в сутки. Идущие страны Евросоюза против вступления в их ряды Грузии, Молдовы и Украины. Ярыми противниками присоединения бывших социалистических республик Киев стали немцы. Против интеграции с этими странами выступил 71% респондентов Германии. Во Франции и Великобритании отрицательно высказалось почти половина опрошенных. Документ об ассоциации с зоной Евро тремя странами был подписан 27 июня. Сейчас Молдова, Грузия и Украина проводят реформы. В результате крушения алжирского лайнера никто из 116 человек не выжил. Об этом официально заявил президент Франсуа Оланд. Обломки самолета французским солдатам удалось обнаружить ночью в районе Госси на востоке Мали. Детали лайнера разбросаны на ограниченной площади. А это значит, что судно могло разбиться при ударе о землю. Но это только предположение. О причинах нештатной ситуации на борту тоже приходится только гадать. Предположительно, произошла она из-за непогоды. Погиб 51 гражданин нашей страны. Причины авиакрушения предстоит еще выяснить. Но точно известно, что пилот перед крушением связался с диспетчером и попросил о смене курса. В эти минуты погодные условия были плохими, гремел гром. Но мы не исключаем и другие версии. Один из черных ящиков самолета уже обнаружен и доставлен в ГАО. В ближайшее время запись будет изучена. В общей сложности рейсом АН-5070 вылетели 110 пассажиров. Это граждане 15 стран мира. А шесть членов экипажа являлись испанцами. К слову, сам лайнер испанский и был арендован компанией Air Elgir. Эта авария признана крупнейшей в истории Алжира. Жанна Опызбаева, 7 канал. Это новости на 7 канале. Оставайтесь с нами и далее в нашем эфире. Никогда мы не получали такого большого количественного отношения и разнообразного в своих культурном плане материала. Уникальное захоронение древних людей открыли археологи в Южном Казахстане. Да везет хоть на край света. Бесплатное такси предлагает имам в Шимкенте. Где хлеб? Тягин, тягин, тягин. Новые технологии в мечетях Казахстана. Принудительное удаление фейков из соцсетей и фотобум с Елизаветой Второй. О новостях в интернете узнаете совсем скоро. В Казахстане растет число мошенников. Все чаще жертвами аферистов становятся пенсионеры. Об этом заявила глава комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры Сауля Айтпаева на брифинге в службе центральных коммуникаций. За последние полгода в этой сфере выявили более 18 тысяч преступлений. Это объясняется прежде всего сознанием самих граждан. То есть это вопросы праворазъяснения, вопросы разъяснения при получении кредитов, при различных действиях, когда происходят определенные доверчивые действия со стороны непорядочных людей, так скажем, в отношении престарелых женщин, в отношении инвалидов, пенсионеров и так далее. Уникальное захоронение древних людей открыли археологи в городе Щек-Культубе в Родобасинском районе Южного Казахстана. Сразу в трех катакомбах обнаружили останки 12 человек. Это мужчины и женщины низшего и высшего сословия, которые жили, по мнению ученых, в древнем Кангюе. Возраст находки больше двух тысяч лет. Именно тогда, рассказывают историки, на этой территории существовало это государство. С людьми в могильнике нашли утварь и уникальные ювелирные украшения. Никогда мы не получали такого большого в количественном отношении и разнообразного в своих культурном плане материала. Речь идет о сотнях артефактах. Совершенно разных. Связанных с декором одежды, с личными вещами, с украшениями. Например, мы нашли одновременно на нескольких предметах тамги. Казахша тамба. Причем тамги на персне, на камне, на курильнице. Все предметы ритуальные. Украшения, которым более двух тысяч лет, выполнены с ювелирной точностью. Ожерелье из бисера, золотая подвеска с рубином, браслеты из слоновой кости и невероятные украшения из горного хрусталя. Археологи надеются на новое открытие в этом месте. К слову, пока они вскрыли всего три кургана. Шымкенский имам в честь священного праздника Ураза бесплатно занялся частным извозом. Булатбек Нурманов уже несколько дней возит пассажиров на своей машине, не требуя денег. Горожане неожиданному подарку, конечно, рады. А вот таксисты в шутку сетуют, что он, мол, отбивает клиентов. Конкурент соглашается доставить пассажиров в любой, даже самый отдаленный район Шымкента. Ирина Абрамова познакомилась с необычным таксистом. Бесплатным извозчиком в дни священного рамазана стал имам Булатбек Нурманов. В белых праздничных одеждах религиозный наставник предлагает доставить пассажиров, куда душа пожелает. Другой подходит, ты что, к крещу не поехал к тебе? Ну как это? Я говорю, ради рамазана, ради святого Ая мы должны как-то обслужить бесплатно. Шымкенцы хоть поначалу удивляются, но на бесплатную поездку соглашаются с радостью. Я думала, это шутит, но я думаю, это дедушка же, как он может шутить, такое слово говорит. Потом смотрела на глаза, но он говорит честно. Это уже у меня второй раз. 96-й маршрут, первый рамазан был, это Аузашар. В шутку критикуют неожиданного конкурента только таксисты. Я поджарю, где стоит такси, я собираюсь, поджарю, садись бесплатно. Таксист говорит, ну зачем вы наш колым забиваете? Если, говорит, мы, говорит, придем, как вместо вас карам будем читать, и вас колым забирает. Как вы будете смотреть? Девочка, бесплатный таксист, садись, садись. Необычный имам-таксист, в прошлом чемпион мира Паушу Саньда. Три года прожил в монастыре Шаолинь. Рассказывает, что в ислам пришел 20 лет назад, побывав перед этим и христианином, и буддистом. Поэтому разницу между нациями и вероисповеданиями людей не делает. И корейцы, и русских возил вчера. Ну, правда, один русский парень сел и говорит, а что у вас там написано? Я говорю, бесплатно, вообще, вы, говорит, честно, рамазан, я говорю, ох, извините, говорит, я пиво выпил, мне воняет, дайте я сойду. Самосознание человека мне удивило. Я говорю, сиди, брат, да, Аллах просит, я тебя отпису, докуда тебе надо. Нет, говорит, я выпил пиво. Нельзя, говорит, вы святой человек. А что он с машины? Благотворительную акцию «Мам-таксист» обещает продолжить до конца священного праздника мусульман. Ирина Абрамова, Бахадар Тажибаев, Виталий Заянтинов, 7 канал, Шымкент. До конца года международный коридор Западной Европы, Западной Китая продвинется еще на 157 километров. Об этом сообщил вице-министр транспорта и коммуникации Америки Абшимбаев на брифинге в службе центральных коммуникаций. По его словам, за три года работу в эксплуатацию сдали более 1700 километров дорог. При этом нельзя не вспомнить, что у строительства сотрясали громкий коррупционный скандал. Однако на вопрос о том, как профильное ведомство регулирует эти моменты, вице-министр ответил, что не слышал о конфликтах. Есть такие пункты, где написано, что в случае возникновения коррупционных составляющих или моментов материалов, которые провоцируют таким нарушением, то данные компании должны реагировать сразу же. Насколько я знаю, таких особых жарких вопросов не было, таких обращений со стороны на самой компании нам не было, не поступало. Напомню, протяженность коридора Западной Европы-Западной Китая по территории Казахстана составляет почти 2800 километров. Путь пролегает через Актюбинскую, Алматинскую, Жамбылскую, Козлардинскую и Южно-Казахстанскую области. Завершение масштабного проекта намечено на следующий год. Внедрить новые технологии в мечетях Казахстана предложил блогер Жандос Курманбаев. Речь идет об автоматизированных камерах хранения и установке Wi-Fi. Зачем это нужно и что именно заставило автора написать такой материал, знает моя коллега Игуль Жамалова. Айгуль, ну рассказывай, как родилась такая идея? Жандос Курманбаев пишет, что идея родилась после того, как у друга украли совершенно новую пару кроссовок. Якобы он оставил обувь на полках в мечети Хазрет Султан, когда пришел провести ночь предопределения. Хадр-Тюна в стенах храма. Друга огорчила не потеря обуви и тот факт, что утром он вернулся домой в чужих шлепках. А то, что люди, придя в мечеть, не побоялись пойти на такой поступок. И ведь подобные кражи происходят часто, продолжает автор. Решением этой проблемы он видит установку автоматизированных камер хранения, куда вещи можно сложить, положив специальные отверстия, скажем, 100 тенге. Что касается Wi-Fi, то он помог бы современной молодежи изучать ислам посредством приложений. А спорные моменты уточнять у имама прямо в мечети, выйдя в интернет с планшета, пишет Жандос. Ну, я думаю, очень хорошая идея, к тому же еще и актуальная. Да. А вот в России могут всерьез заняться принудительным удалением фейков из соцсетей. Данный законопроект в Госдуму внес депутат Алексей Чепа, пишет T-Journal. Заниматься удалением лжи-аккаунтов будет Роскомнадзор. Невольно напрашивается вопрос, а как понять, какой аккаунт настоящий, а какой фальшивый. Все просто. К любой жалобе на фейк гражданин должен приложить удостоверение личности и заявление, которое должно содержать четкое обоснование, почему страница должна быть заблокирована. В случае положительного ответа фейковая страница будет удалена. Я тоже так считаю, что популярные личности, например, звезды шоу-бизнеса, этому обрадуются, потому что сейчас в сети очень много пользователей, которые пытаются писать от их имени. Другое дело, как они найдут для себя время, чтобы вылавливать эти фейки, да еще и подавать на них заявление. Да, я думаю, им тоже некогда. А вот Елизавете Второй в очередной раз удалось удивить интернет-пользователей. Она сделала фотобомбу с австралийскими спортсменками, пишет британская гадета «Метро». Все началось с визита на матч по хоккею на траве в Глазго. В момент, когда австралийская спортсменка Джейди Тейлор решила сделать селфи с партнершей по команде, после победы на сборной Малайзии в кадр попала королева. Она на удивление юзеров позировала широкой улыбкой и подарила спортсменкам незабываемые впечатления. После публикации в Инстаграме только за 4 часа снимок набрал около 8 тысяч лайков. 8 тысяч лайков. Внушительная цифра, я скажу. Спасибо, Айгуль, за обзор. До свидания. Но мы продолжим. Чемпионка Казахстана по фигурному катанию среди юниоров Евгения Долголева рискует не попасть на международный гран-при. Престижные соревнования назначены на середину августа во Франции и Словении. Причина возможного срыва поездки довольно банальна. Нет денег. Только на авиаперелет требуется порядка 400 тысяч тенге. Айна Шундерис продолжит. Поворот, прыжок и снова на исходную позицию. Воспитанница алматинской спортшколы Евгения Долголева готовится к важному событию в своей жизни. Международному гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Женя занимается фигурным катанием с 4-х летнего возраста. В свои 14 девочка уже неоднократный призер отечественных чемпионатов. Пока тренироваться приходится на любительских катках. Удовольствие это не из дешевых. В среднем аренда льда ежемесячно обходится родителям. Начинающей спортсменке в 50 тысяч тенге. Я занимаюсь примерно 6 раз в неделю по полтора часа. Я много работаю, стараюсь не пропускать тренировки. Растягиваюсь, делаю УФП и все прочее. Но юное дарование рискует вовсе не попасть на престижное международное первенство. Расходы на поездку для родителей девочки оказались неподъемными. Только авиаперелет обойдется в 400 тысяч тенге. В общем, мы сейчас как-то пытаемся собрать средства на то, чтобы ее туда вывезти, чтобы она получила опыт международных соревнований. Здесь у нас в Казахстане Женя чемпионка Казахстана среди старших юношей, призер чемпионата Казахстана взрослого этого года, победитель двух этапов Кубка Казахстана. Сейчас помочь девочке пытаются тренеры, друзья и родственники. Подключились и родители других юных фигуристов. Общими силами удалось собрать около 200 тысяч тенге, но этого пока недостаточно. Айна Шундерис, Алмаз Нурдос, 7 канал, Алматы. Два из трех казахстанских клубов вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы. Итак, карагандинский шахтер в ответной встрече разгромил литовский Атлантос. Итог игры 3-0. Футбольный клуб Астана на выезде с минимальным счетом 1-0 проиграл Тель-Авивскому Хапуэлю. Однако победа в первой игре все же позволила пройти астанчанам следующий тур. Чего нельзя сказать о футболистах Кайрата. Алматинцы уступили в один мяч датскому Эсбьергу и по сумме двух встреч покинули чемпионат. О других новостях в мире спорта расскажет Асхат Нязов. Лучшие кикбоксеры Казахстана и Китая померятся с силами в Астане. Товарищеская встреча между сборными пройдет 26 июля. Честь нашей страны будут отстаивать Ерсаин Касамбаев, Бабур Артыгбаев, Чингисхант Лемисов, Канагат Тургалиев, Артур Саурбаев, Мерген Белялов и Асхаджан Турсынов. Со стороны Поднебесной также на ринг выйдут неоднократные победители и призеры международных соревнований. Помимо этого зрители смогут увидеть зрелищное шоу, в котором примет участие специальный гость мероприятия, мастер единоборств из Шаолиньского монастыря Лью Люн. Я думаю, будет интересно смотреть на этот шоу, на эти товарищеские встречи. А в свою очередь мы думаем, что эта товарищеская встреча будет в дальнейшем помогать нам развивать кикбоксинг в Казахстане. Капитан казахстанской велокоманды Астана Винченса Нибали выиграл 18-й этап престижной суперногодневки Тур-де-Франц-2014. Для него эта победа стала четвертой на текущей большой петле. Тем самым казахский итальянец стал первым победителем сразу четырех этапов Тур-де-Франц за последние 40 лет. Добавлю лишь то, что благодаря этой победе Винченса упрощил свое лидерство в генеральной классификации. Ближайший преследователь Тиба Пино из Фит Диджей проигрывает ему 7 минут и 10 секунд. Асхат Ниязов, Седьмой канал. Таковы итоги дня. Оставайтесь на Седьмом канале. Я же с вами на этом прощаюсь. Отличных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин